Сегодня я хочу рассказать про жиросжигатели. Я не буду сейчас перечислять какие они бывают, механизмы их работы и так далее. Это немножко отдельная тема. Я потом все-таки планирую раздел по спортивному питанию сделать отдельно, где я расскажу о разных продуктах. Сегодня я хочу рассказать и вообще о действии жиросжигателей. На что меня сподвигли частые вопросы как клиентов в зале, так и, скажем так, товарищи в интернете. Очень часто люди подходят, да, там, вот у меня есть такой вот жиросжигатель, там, или я хочу там купить жиросжигатель вот такой вот. Как мне его пить? Стоит ли мне его покупать? Я не раз уже об этом говорил, да, на своем блоге и скажу еще раз, что любые жиросжигатели будут эффективно, эффективно работать только на фоне с диетой. Если вы диету не соблюдаете, жиросжигатели вам не помогут. Да, я вообще как бы сам занимаюсь, да, продажами спортивного питания и многие мне говорят, что я странный продавец спортивного питания, потому что когда ко мне подходит человек и хочет у меня купить там несколько банок жиросжигателя, тут же там каких-то партийных и еще чему-то, чего-то, да, я начинаю ему рассказывать про то, как ему в действительности нужно похудеть и в основном, что на это влияет. И в основном это, конечно, не жиросжигатели. У жиросжигателя нет такого эффекта, когда вы его съели, да, и тут же там за тренировку на 2 килограмма похудели. Нет, жиросжигатели могут помочь вам в достижении, скажем так, вашей цели, но основой все равно должна быть диета, да. И на самом деле мне гораздо важнее моя репутация, чем продажа там пары банок жиросжигателей и заработка там в 500 тысяч рублей. Можно очень много умных слов рассказать про жиросжигатели, как там проходит расщепление жира, как там карнитин способствует, там транспортирует жир, там, из клеток в кровь, когда там жирная кислота попадает в кровь, ей уже некуда деваться, она окисляется, там, и т.д. и т.п. Но всегда нужно помнить, что вот в принципе, да, если взять обычного человека, сколько он калорий сожжет на тренировке? Ну, я на самом деле не думаю, что там больше 500, даже на очень там интенсивной тренировке, ну, 500 калорий для обычного человека это нужно попахать. Что такое 500 калорий? Это один сникерс, в принципе, да. Это как деньги, да, то есть мы сникерс представляем, он такой большой, да, вроде бы, да, я же сникерс целый не съем, но с другой стороны, да, получается, обычно мы зарплату получили туда-туда-туда-туда-туда, и денег нет. Точно так же получается с едой, когда вы свое питание не контролируете, и когда вы там диету не соблюдаете, вы там, 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 чего-то перехватили, в итоге вы эту тренировку с лихвой компенсировали, толку вот этого жиросжигателя было вообще никакого. Если вы в действительности хотите похудеть, то жиросжигатель, по моему мнению, это последнее вообще, к чему нужно обратиться, да, и что нужно брать. Это я вам говорю, как продвиж спортивного питания, да, в которой немножко разбирается, да, в том, что такое жиросжигатель, и в механизмах их действия. Вот. Поэтому хотите похудеть, пожалуйста, соблюдайте диету. На силовтелье.ру я там, в принципе, довольно-таки много описывал, да, различных способов похудеть, и про диеты, и как там белки, жиры, углеводы там чередуются, и про режим питания, и так далее. Поэтому читайте, пожалуйста, милости просим, так же, и так же видео, да, есть на этом канале, про то, как похудеть, и так далее. Поэтому читайте, слушайте, смотрите. Всем спасибо. С вами был Александр Добромиль. Пока.